Дорогие друзья! 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 Итак, друзья, представляем составы. Играющий команд. Матч стартовал. Несколько секунд уже сыграно. И чертановцы начали с неудачного паса налево в сторону Антона Зиньковского. И мяч ушел далеко за пределы поля. Итак, начнем по традиции из вежливости с гостей. На воротах Андрей Конаков. У него 54-й номер. Для него это пятый матч весной. Еще два. Он сыграл в осенней части сезона против воронежских команд, против Лисок и Факела. Удивительно, но и весной также Андрей дебютировал поединками против команды из Воронежской области, против Локомотива и против того же Факела. Ну и говорил я уже о том, что был признан Андрей Конаков лучшим игроком чертанового в матч с липецким металлургом. Так что четыре матча в этом сезоне весной он провел и в трех из них был признан лучшим игроком. Получил титул «Man of the Match». Надеемся, что сегодня Андрей также не подведет. Да почему надеемся? Мы в этом уверены. В защите у нас сегодня Александр Котов, наш капитан. 17-й номер. Он играет на правом краю. Слева по традиции Владимир Бортасевич. Футболист, который не пропускает матчи чертанова из-за травм практически никогда. Больше всего игрового времени на поле провел именно Бортасевич. Пропустил, по-моему, он всего лишь один матч, да и то из-за дисквалификации. В центре защиты сегодня Александр Солдатенков, лидер нашей обороны, которая ее бетонирует буквально в последних матчах. Вместе с ним в паре сегодня играет Денис Захаров. Последние четыре поединка в основе выходил 16-летний Егор Кондаков, но сегодня его нет даже в заявке. В полузащите в опорной зоне Илья Камышев номер пятый и Даниил Тюменцев номер 23. Именно эта парочка играла и в поединке против Липецка, так что тоже без неожиданностей. На правом краю полузащиты Сергей Гаранжа, на левом Андрей Алексеев. Центральный полузащитник, атакующий хавбек Роман Косинчук. У него номер восьмой, но и наш единственный нападающий это Антон Зиньковский, который именно сейчас шустрил в штрафной Подольского Витязя. У него номер семь. Антон Зиньковский, лидер нашей команды, к нему, безусловно, будет приковано сегодня особое внимание со стороны защитника Витязя. Естественно, смотрит за играми Чертанова, в частности, наставник этой команды, Владислав Тернавский. Признался о том, что посмотрел целиком и полностью четыре последних поединка Чертановской команды. Ну и, честно говоря, приходилось ему это делать порой не потому, что он хотел именно Чертанова посмотреть. Просто мы играем с Витязем с теми же самыми соперниками. Они играют чуть позже, чем мы. Ну, в частности, мы играли с Лизками, потом играл с Лизками Витязь. Потом мы играли с Факелом и, соответственно, в следующем туре с Факелом играл и Подольский клуб. Так что подготовлены полностью подольчане к нашему составу. Всех знают, всех видели и знают, чего ждать. Только мы вот не знаем, чего ждать от нашей команды сегодня и ждем очередной феерии. Теперь о составе Подольского Витязя. Они в белой форме. Еще раз повторюсь. На воротах Вячеслав Исупов. У него номер 35-й. Видимо, своим кумиром Вячеслав считает Игоря Акинфеева. Что и не мудрено, потому что Вячеслав Исупов является воспитанником футбольной школы ЦСКА. И пополнил состав Подольского Витязя в это зимнее межсезонье. Так что для него это всего лишь восьмой матч в этом сезоне. Что интересно, запасным вратарем является Вячеслав Хоркин. И он тоже является воспитанником ЦСКА. Так что сегодня армейская вратарская линия у Подольского Витязя. Хоркин, кстати, тоже пришел лишь в этом сезоне. Потому что зимой Витязь лишился сразу двух своих вратарей, которые ушли в другие команды. И пришлось заново эту линию формировать. Последним сейчас за опасным штрафным в исполнении Подольского клуба. А потом продолжим представлять игроков этой команды. Наш тренер Николай Львович Коровкин уже вышел к бровке. Подсказывает, потому что, как известно, стандартные положения. Это бич Ахиллесова пита нашей команды. Ну и сейчас не удалась подача у подольчанина. Итак, в защите у Витязя. Максим Кирсанов номер 11, между прочим. Алексей Храпов номер 25. Это капитан этой команды. 36 лет этому защитнику. И играет он без замены. Играет как в молодые годы. Это Роман Ксичук. Выход 1 на 1. Бьет Роман. Но бьет вдоль ворот. Опасный выход, между прочим. Ошиблись искусным офсайдом футболисты Витязя. И едва, едва все не завершилось для них плачевно. Итак, в защите Максим Кирсанов 11, Алексей Храпов 25. Левый полузащитник 17 номер Михаил Кулешов. Левый защитник, естественно, и справа. Сейчас я посмотрю, кто. Скорее всего, это Николай Кабаев. Номер 8. Пулузащитник. Евгений Воронин 9. Иван Йенин 14. Михаил Кулешов. Защитник 17. Артем Кулешев номер 32. И в линии атаки Магомед Убайдулаев 18. И Руслан Шония, естественно, 21. Забыл еще одного футболиста. Антон Киреев номер 22. Это центральный полузащитник. Призываю обратить ваше внимание в первую очередь на господина по имени Артем Кулешев. У него 32 номер. Это атакующий полузащитник Витязя. И именно по весне он превратился в настоящего лидера этой команды. Коим он не являлся в первой части сезона. А вот по весне, после ухода, нескольких футболистов. А об этом я еще расскажу. Зимой достаточно серьезные потери понесла подольская команда. А здесь фалит. 17 номер Михаил Кулешов на нашем Антоше Зиньковской. И мы пробьем штрафной с правого фланга нашей атаки. Так вот, Артем Кулешев. 32 номер. 21 год всего этому футболисту пополнил состав Витязя. Он перед стартом этого сезона и пришел он из Ростова. Находится в аренде из ростовской команды. И в последних трех матчах он забивал голы. Так что голевая серия этого футболиста, техничного, быстрого, юркого, долится уже три матча. Всего на его счету 6 голов. При том, что провел он всего 18 поединков. И не всегда выходил в основе. Каждое удачное действие подольского клуба встречает гулом аплодисментов и одобрения. Болельщики коих здесь собралось, надо сказать, достаточно. Я бы даже сказал, может быть, даже около тысячи человек. Серьезный результат. Видите, очередной свой штрафной сейчас будут пробивать. А Михаил Сергеевич Баренков подошел и что-то подсказывает резервному судье. Что-то не нравится. В кармашек там полез арбитр. Ну а теперь на восьмой минуте матча пришло время передать привет. В первую очередь посылаем наш привет в солнечный город Грозный, где находится еще один наш коллега и местами даже друг Сергей Владимирович Дерябкин. Сереженька, привет! Надеюсь, ты за нас болеешь. Спасибо большое. Наверняка болеет Сергей не один. Возможно, с ним находится и Владимир Федотов. Тоже человек, не чуждый чертамскому клубу. И Никита Федотов, один из лидеров команды 2002 года. Ну а у нас здесь свои лидеры. Следим мы за ними. Первый удар в этом матче мы сейчас увидели. Нанес его кто-то из футболистов в белой форме. Не суть важна кто, потому что мяч прилетел выше ворот. И Андрей Конаков проводил его уверенным взглядом. Нельзя пока сказать, кто владеет инициативой, потому что вроде бы чуть больше мячом владеют чертановцы. И Витязь пока отвечает опасными контратаками. Но до реальной опасности дело пока не дошло. У наших ворот. А вот у чужих уже был момент. У Романа Косючка, но не сумел он его реализовать. Выйдя практически-практически 1 на 1 с Вячеславом Исуповым. Он играет сегодня по 35-м номерам. Небольшое поле здесь в Подольске, поэтому даже не прилагая особых усилий, Исупов добивает мяч ногой от своих до чужих ворот. Продолжаем мы следить за этой игрой. Мы свою задачу на этот сезон уже выполнили. Ни в коем случае, естественно, не собираются чертановцы расслабляться. Это видно по первым 10 минутам этой игры. Наши ребята быстрые, наши ребята резвые. Возможно, именно на это и сделана ставка. Дело в том, что мы поиграли 3 дня назад, 27-го числа против Липецкого Металлурга. А вот «Витязь» играл свою последнюю игру 24-го числа. Здесь в Подольске, навязав борьбу «Факелу», дав настоящий бой воронежской команде, 1-1 счет в этом матче был по окончании основного времени, но уже в добавленное время отличился Антон Мурнин, полузащитник воронежского «Факела». Так что вырвали буквально на последних секундах воронежце победу у «Подольского» в «Витязи». Но было это неделю назад. А вот мы играли 3 дня назад, потому вполне естественно, что у «Витязя» сохранилось гораздо-гораздо больше силы. Поэтому быстрый гол нам, естественно, не помешает. И, возможно, именно на это делал упор Михаила Сергеевич Баренкова, потому что постепенно-постепенно чертановцы мяч прихватывают и начинают осаждать ворота «Витязя». Вот и сейчас опасный штрафной у мяча Сергей Гаранжана. Вес головой бьет и рядом над перекладиной проходит мяч. Второй опасный момент уже у нашей команды. И был сейчас шанс отличиться. Забить просто невероятный для чертановцев гол. И бил головой это Илья Камышев, наш опорный полузащитник, который в этом сезоне голы уже забивал. Познал вкус голов в втором дивизионе. И сейчас едва-едва не отличился. Невероятно. Но едва он не сделал это головой. Считанное количество раз мы забивали мячи головой. По-моему, всего один раз я сделал это в туре Александр Жижин. Было это давно. А так, чтобы со стандартом, да еще и выиграв верховую борьбу, да забить еще гол, да в жизни такого не бывает у нас. Пока. Пока, естественно. Все у нас впереди. Стандарты оттачиваются на тренировках. И посмотрим мы сейчас, как мы подготовились к чужим стандартам. Угловой у наших ворот. Это всегда опасный. Головой! Открывают счет банальнейшим, как всегда, образом. Тринадцатая минута. Навес с углового. Удар головой буквально из вратарской. И счет открыт. 1-0. Прямо подо мной улыбается Владислав Тернавский. Главный тренер этой команды. После матча с Факелом Владислав Тернавский на пресс-конференции говорил о том, что очень пристально я смотрел матч Факела и Чертанова. И очень понравилась ему именно наша команда. И он, Тернавский, сам сказал о том, что если бы не угловые, Факел бы даже и не выиграл бы никогда у Чертанова. Так что прекрасно знает господин Тернавский о нашей слабости. И прекрасно ей подальчане воспользовались. Но отличился никто иной, как Алексей Храпов. Капитан этой команды. 25-й номер. Защитник. И для него, для этого защитника, это уже третий гол весенней части сезона. А всего у них уже не удалось у Храпова именно четыре гола. 1-0. Впереди Витси. 2-й номер. 2-й номер. 3-й номер. 3-й номер. 5-й номер. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, не нашли вы пока рецепта против этой пиды, против этих самых угловых, с которых нам забивают просто безбожно. В каждом матче, каждый раз, обычный навес, говорил уже 100 миллионов раз и я, и Михаил Сергеевич Буренков, ну научите нас играть. Ну проведите какую-то хорошую комбинацию, обыграйте нас в стеночки, запекание, что угодно. Ну просто проведите комбинацию, забейте нам нормальный гол, покажите, как нам надо играть в футбол. Я не говорю о том, что вот этот гол, пусть у углового ненормальный, у каждого свои силы, у каждого свои слабости. Но тем не менее, надо подавать, как говорит мой коллег Сергей Владимирович Деряткин, запрос в ФФЛ, и чтобы в матчах с Чертановой не назначались угловые. Тогда мы выйдем в фэнер, в этом не стоит сомневаться вообще ни разу. Алексей Храпов отличился, еще раз повторюсь, 36 лет этому футболисту. И многие игроки Чертанова годятся этому игроку. Во внуки годятся, а здесь очередной навес, очередной удар головой, на этот раз рядом со штангой проходит мяч. 27-й матч для Храпова, это 26-й в основе, 4-й гол в сезоне. Для этого москвича, у них вообще в составе Подольской Витязи достаточно. И что интересно, является он, опять же таки, воспитником футбольной школы ЦСКА. Поиграл он некогда и в дублице ЦСКА, потом играл в Сатурне, провел 8 лет в Витязи в начале нулевых. Потом еще попутешествовал, в Калугу ездил, в Петротрес, ну и вот последние 3 сезона вернулся доигрывать сюда, в Подольской Витязи. И в этом сезоне блестяще выглядит 36-летний дедушка Храпов, забивший свой четвертый гол в этом сезоне. И именно он открыл счет на 13-й минуте поединка с Чертановым. И это при том, что за эти 13 минут было два опасных момента, и оба у Чертановца помогли отличиться. Косинчук и Камышев не удалось. За что нас наказали? Наказали самым обычным способом. Илья Камышев в центре поля отдает он налево своему партнеру по опорной зоне Даниилу Тюменцеву. Тюменцев еще левее на Алексеева, на Бортасевича, который постепенно начинает покидать свою позицию защитника и начинает подключаться. Ну а что еще делать? Мы проигрываем в счете и, безусловно, чуть больше Чертановцы, наверное, сейчас будут владеть мячом, что и было до этого. Но сейчас процент еще больше увеличивается. А это неплохая передача от Алексеева. Очень резкая, очень быстрая. Из-за спины буквально, но сильная, сильная. И Роман Косинчук не успел. Скорость, пожалуй, не самое лучшее качество Романа Косинчука. То есть он быстрый, безусловно, но техника Романа Косинчука перекрывает все его остальные достоинства. Потому что невероятно техничен Роман, что мы не раз уже видели в этом сезоне. И наверняка сегодня еще увидим. Продолжается игра 18 минут уже позади в этом поединке. И Чертановцы снова в атаке. Буквально пару вылазок провели подальчане. И завершился это голом. А здесь может Роман Косинчук уже в чужой штрафной. Но накрыли все-таки Рому. Справились с ним. Тот же Храпов с партнерами. И контратаку начинают уже подальчане. Вот он, тот самый Артем Кулишев. Следим за ним. Что сделает он? Ничего пока не придумал. Кулишев против него играет наш капитан Александр Котов. И пока Кулишева он более чем сдерживает. Его фамилию я назвал, по-моему, всего лишь второй раз. Первый раз представляя Артема. И второй раз вот буквально несколько секунд назад. Очередная неточная передача от Кулишева. Видимо, перехватил я его в начале этого поединка. Пока из всех его передач до партнера доходит процентов, наверное, 20. Наши ребята пасуются точно, но надо в атаке еще чуть-чуть прибавлять. В завершающей стадии именно это Роман Косинчук рвался один снова на четверых. Не стесняется никогда Рома, но остановили его. И уже свою атакующую комбинацию начинают подальчане, но ничем она не завершается. Мяч у защитников. Девятый номер рвется вперед. И это Евгений Воронин, молодой футболист. На вес очередной, но на этот раз все завершилось благополучно. Молодых футболистов в составе «Витязя» трое на данный момент. Девятый номер Воронин. 14-й Иван Йенин и 18-й Магомед Убайдулла. Все остальные гораздо старше 21-го года. Еще вспоминаем 36-летнего Алексея Крапова. Атаку начинают чертануться. И начинают они ее со своей половины поля. Длинная передача в сторону Андрея Алексеева. Андрей Алексеев до мяча не добрался. На фронт крови атаки сейчас подальчане. Атакуют они, но здесь наши оборонцы. В частности, Денис Захаров. Это был и разрядил его обстановку. Отправил мяч в ваут. Двадцатый номер в центре защиты – это Киреев Антон. Так что сегодня очень опытный центр обороны у подальчан. Кирееву – 31, Крапову – 36. Так что на двоих им почти 70. В это самое число 70 могли бы войти, наверное, пятеро чертановцев. Но входит двое подальчан. Штрафной фиксирует судья, которого, кстати, я забыл представить. Давайте расскажем и об этом. Персонажи, главный арбитр сегодня – это Василий Игоревич Тихонов из города Псков. Помогает ему Владимир Владимирович, между прочим, Данилин из города Шуя. Ну, а также Дмитрий Александрович Матвеев из города Иваново. Резервный судья – Георгий Беликов из Брянска. Ну, и инспектор поединка – Александр Сергеевич Ксенофонтов из Ступина. Вот такой вот состав действующих лиц у нас в этом поединке. Ну, и, пожалуй, представим. Обслуживающий персонал. Меня зовут Максим Батейкин, моего коллегу за операторским пультом – Андрей Первойкин. Продюсер трансляции – отдаленный продюсер трансляции – Сергей Дерябкин. Говорим мы и о нем. Полтайм позади. 1-0 проигрывают чертановцы. Два момента было у нас. Один угловой был у Витязя. В итоге 1-0 ведет Подольск. Подольск на восьмом месте. 41 очко по итогам 27 туров у этой команды. Ну, 28 на самом деле, но один матч, естественно. А, нет, Витязь даже два матча пропустил весеннюю часть сезона, потому что… Потому что потому, потому что снялись выбор Курпатова и Металлорка из ВИКС. Очень плотная группа команд у нас расположилась именно в середине таблицы. У Локомотива из славного города Лиски, который идет на четвертом месте, 47 очков. А у Курского Авангарда, который идет на девятом месте, 40. То есть, 7 баллов разделяют сразу 6 мест в турнирной таблице. Витязь Подольский, в принципе, может еще подняться даже на четвертое место, если Лиски проиграют оба поединка, а Подольск оба поединка выиграет. Ну, по крайней мере, Витязь претендует на то, чтобы обогнать ближайшего своего соперника. Это Пензенский Зенит, у которого 43 балла на данный момент. Ну, а сам Витязь его подпирают Курский Авангард, у которого 40 очков, то есть всего на одно очко отстает. Ну и Брянская Динамо, 38 очков у этой команды. Так что плотная группа в середине таблицы, и здесь по итогам последних двух туров все еще может поменяться. А для таких клубов, как Витязь Подольск, да и для других провинциальных команд, для того же Курска, Брянской, или Пензы, или Липецка, или Калуги, занятое место – это очень важно, потому что у каждой из этих команд, они все зависят от городских администраций. От городских администраций, и по итогам уже сезона будет проведен учредительный совет в том же Витязи, да и в других провинциальных клубах, и когда придут они туда на прием к мэрам городов или главам администраций, естественно, это разные вещи, скажешь ты, мы заняли пятое место, или мы заняли восьмое. Никто не посмотрит на то, что одно очко там разделяет эти места, нет. Восьмое, значит, получаете 500 рублей на следующий сезон, а за пятое получаете тысячу. Вов, привет тебе. Так что, Витязи, есть за что бороться, не думайте о том, что восьмое место, и сезон для этой команды закончен. Это вам не премьер-лига, где команды обеспечили себе невылеты, доигрывают сезон. Как делают это, не покривлю душой многие. Кстати, о премьер-лиге. Сегодня закончился сезон в высшем свете нашего дивизиона. «Зенит» стал, естественно, чемпионом, обеспечил он себе титул досрочно. Ну а вылетают из нашей премьер-лиги тульский «Арсенал», который со счетом 1-5 проиграл Краснодарской Кубани в гостях. И к огромному, лично моему сожалению, легендарная православная московская «Торпеда». Несмотря на сегодняшнюю победу над Мордовией на легендарном стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова над Мордовией со счетом 2-0, все-таки черно-белые автозаводцы вылетают из премьер-лиги, заняв пятое место. Едва, едва не спасся Ростов. Ростов, который мог и вовсе избежать даже стыков, но пропустил на последней минуте гол от Понтуса Вернблума из ЦСКА. 1-1 закончился этот матч, ну а гол Вернблума обеспечил армейцам, между прочим, выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, потому что Краснодар сыграл в ничью 1-1 с московским «Динамо». Так что, в принципе, краснодарцы уже практически даже праздновали победу, праздновали ничью, которая позволила бы им дебютировать в Лиге Чемпионов, но Вернблум огорчил и краснодарцев, и Ростов в частности. Это не удар, это не опасно. Так что в стыках у нас сыграют теперь Ростов, который встретится с интригующей командой Тосна из Ленинградской области, а также Урал, который сегодня выиграл в том самом Грозном. Сергей Дерябкин, мой коллега, вживую наблюдал за этой феерической игрой. 3-1 выиграли екатеринбуржцы, при том, что не приехал на эту игру Александр Тарханов. Многие даже говорили о том, что не приехал, ну, значит, точно проиграют. Ну, нет, в Грозном наверняка в присутствии Рамзана Ахматча. Но, тем не менее, екатеринбуржцы выиграли 3-1, но сыграют в стыках. В стыках они сыграют с командой Тонь. Это, пожалуй, все. О премьер-лиге будем лучше говорить, конечно, о втором дивизионе, о нашем любимом, о нашей любимой зоне центра, где гораздо больше красок, гораздо больше именно какой-то феерии, искренности. Ну, я в первую очередь, конечно, говорю о матчах Чертанова, потому что не все команды, конечно, зоны центра отличаются какой-то искренним именно футболом. Многие очень любят забивать с угловых, штрафных, и почему-то своей целью они выбрали команду Чертанова. Как сказал Георгий Черданцев в одном из легендарных репортажей, тоже мне, только с угловых же и можете забивать. Голландц тоже мне. Андрей Конаков уверенно разбирается своей штрафной, отдает передачу на Илью Камышеву. Камыш еще дальше на Зиньковского, который чуть-чуть откатился назад. Наш номинальный нападающий в этом матче, последовала потеря и атака в Витязи. У Витязя, если и были удары, то они были неточные и такие возникали спорадические, как любит говорить Константин Генч в эфире НТВ+. Андрея Алексеева здесь сбивают. Инициативой все-таки, я на этом настаиваю, владеют чертановцы, гораздо больше владеют мячом. Но до головы пока дело не дошло. Опасные моменты были. Были подходы к воротам. Активен Роман Косинчук. Передачу он сейчас делает на Сергея Гранжу. Того валят. Лежит Сережа в штрафной, но назначает штрафной удар арбитр из Пскова. И имя, и фамилия у судьи футбольные. Есть много известных футболистов и комментаторов по имени Василий. Есть много известных футболистов по фамилии Тихонов. Хотя, впрочем, это и хоккейная фамилия тоже. Так что предположим, что допускает жесткую игру этот псковский рефери. Следим за штрафным в исполнении чертановцев. Не самый удачный розыгрыш. Откатил, но назад на Тюменцева. Ну, недодача немного и не удалось ни ударить хорошо, ни навесить нормально. Это Александр Котов идет вперед. Свалили его. И было больно Александру. Но, естественно, наш самотвержный капитан быстро встал. Здесь успокаивает кого-то из наших ребят. Нет, это просто позволяет Денису Захарову, который выходил на минуточку за пределы поля, вернуться в Псковский и Тихонов. И начинает свою атаку по Дальчане. Пока пасуются 31-летний Киреев и 36-летний Храпов. Пасуются и тусуются у своей собственной штрафной. Счет 1-0 устраивает Витязь наверняка. Это 9-й номер Евгений Воронин. Молодой футболист, коих немного в составе Витязя, но и есть. Отдадим должное. Тут же самое Евгений Воронин. Для него это всего лишь восьмой матч в этом сезоне. Но дело в том, что он пополнил эту команду также в межсезонье. Москвич. Опять же такие коих процентов 80 в составе Подольска. Воспитник футбольной школы Локомотив, из дубля которого он Витязь и пополнил. А это Кулишев. Наконец-то его фамилию мы называем. Приближается к нашу штрафной. С фланга смещается в центр. Точная передача на этот раз от Кулишева. Но закрутился вокруг своей оси 18 номер Убай Дулаев. Отдал мяч налево. Последовала передача, но ничего опасного. Убай Дулаев, кстати, Магомед, или как его, естественно, называют Мага, пополнил эту команду опять же в зимнем сезоне. И для него это тоже восьмой матч. И всего лишь третий выход в основе. Является опять же воспитником московского Локомотива. Но пришел Витязь уже из подмосковного Сатурна, где он провел последний сезон. 19 лет и Убай Дулаеву, и Воронину. Так что атакующая линия достаточно молодая. У подольского Витязя вспоминаем мы о том, что тому же Артему Кулишеву всего лишь 21. Итак, полчаса позади уже в нашем матче. В Подольске Чертанова пока проигрывает Витязю, который вперед не стремится, но и в защите играет достаточно уверенно, достаточно бережно. Спас сейчас мяч Владимир Братасевич. Может быть, лучше бы он этого не делал, потому что мяч попал в футболистов в белой форме, и пришлось нарушать правила. Наш режиссер Андрей Первыйкин настаивает на том, что стадион Трутов очень уютный, очень милый. Напоминает ему адски просто. Напоминает стадион Уайт Харт Лейн, знаменитый, на котором играет Тоттенхэм. Но, может быть, на это влияет еще и тот факт, что буквально в форме Тоттенхэма сегодня играет и Витязь, кстати. Говорил я о том, что форму торпеды мне напоминает. А вот нашему любителю английского футбола Андрею Владимировичу это напоминает Тоттенхэм. Ну и стадион здесь, безусловно, уютный. Зрителям приятно сюда приходить. Трибуны недалеко от поля находятся и на хорошей высоте. Так что с любого практически места можно увидеть все происходящее на поле. В мягчайших деталях не так, конечно, как в нашей трансляции, но в принципе, в принципе, все видно, все хорошо. На противоположной от нас трибуне, которую вы видите, которая мелькает как раз в нашей трансляции, она закрыта. Закрыта на реконструкцию. И там недалеко от наших воротов вы наверняка видите, когда игра идет у наших воротов. Что бывает? Нечасто в этом матче лежат пески с мешком. Буквально штук, наверное, 837. Так что идет там небольшая стройка и туда зрителей не пускает. А вот прямо под нами, может быть, мы в перерыве мазнем чуть-чуть по трибуну. Зрителей достаточно. Центральная трибуна прям битком набита. Ну и живо реагируют местные болельщики на происходящее на поле. Удачные действия своих футболистов встречают аплодисментами. Разбираются, видимо, в футболе. Видите, здесь любят. Любят, конечно, побольше, чем Подолия, которых называют достаточно уничижительные сельчане. Они, имею в виду Подолия, представляют местный поселок Ерино, который находится неподалеку от Подольска. И удалось пообщаться здесь с администратором Подольского Витязя, который говорит о том, что Подолье на следующий сезон, скорее всего, не заявится. Во второй дивизион не могут найти они денег на следующий сезон. Были у них уже проблемы и в этой, и этой зимой. Едва-едва наскребли финансов на продолжение сезона. Все-таки доиграют этот сезон футболисты Подолии, а вот наверняка на следующий сезон уже не заявятся. Объявили, кстати, громогласно по трибуне, по стадиону перед матчем, о том, что Чертанова якобы неизвестна судьба. Ну, просто диктор процитировал программку красочную, которую мы здесь тоже почитали, в которой тоже написано, что Чертанова сохранила прописку во втором дивизионе по спортивному принципу. Но судьба московского клуба неизвестна. Доля истины, наверное, в этом есть. Все будет решаться летом. Но все идет к тому, что этот эксперимент мы-то уж точно считаем успешным. А что там решат в РФС? Сотрудники разные бывают. Хотя какие могут быть претензии? Молодые ребята выходят, молодые ребята бьются, молодые ребята постепенно, постепенно обрастают опытом, обрастают харизмой и выглядят все лучше и лучше с каждым матчем. Не верьте? Спросите у футболистов липецкого «Металлурга». А можете даже у футболистов «Факела», которые еле ноги буквально свои воронежские унесли со стадиона «Янтарь». 37-я минута нашего матча сейчас идет. 1-0 впереди. Подольский «Витязь» с углового, конечно же. Ну а как еще отличился капитан этой команды Алексей Храпов? И владеют мячом сейчас подольчане. Действительно, не особо-то и стремятся они вперед. Перепасовываются в защите, выманивают на себя Зиньковского-Косинчука, а потом уже пытаются развить свою атаку. Причем не делают это длинными передачами. Они стараются на коротке поиграть, но вот сейчас 17-й номер Михаил Кулешов зарабатывает. Что зарабатывать столь нужно этой команде угловой? Тернавский говорил об этом и рассказал мне об этом администратор. Видите, специально практически приказал. Есть возможность заработать угловой. Зарабатывайте обязательно. Даже если есть возможность подать с сопротивлением, лучше не подавай, а ударь в ногу чертановцу. Пусть лучший мяч уйдет на угловой, подашь без сопротивления, но тебе будет легче, и мы обязательно забьем. Сказал Владислав Михайлович. И вот, пожалуйста, чем все это завершилось. Завершилось. Завершилось очередным голом с татарного положения ворота Чертанова. А здесь Роман Косинчук снова пытал свою технику продемонстрировать, но нашли к нему подход, надо сказать, подольские футболисты. И обкрадывают, обкрадывают Романа Косинчука. Они в первый раз уже в этом матче. Пока не все обводки проходят у Косинчука. Конец тайма и чуть-чуть сбавили в активности чертановцы, что неудивительно. Сил у нас поменьше, чем у Воронежа, у подольского клуба. А здесь штрафной. Об этом тоже говорил Тернавский. Есть возможность падать перед штрафной. Падай, мой дорогой. Мы пробьем штрафной, а там, глядишь, молодых мы перепрыгнем. Всего один человек, как-то неудивительно, сейчас в штрафной нашего клуба в белой форме. Второй подтягивается. Третий, четвертый. О чем-то пообщались. Храпов и Убайдулаев. Храп побежал в штрафную. Именно на него сейчас последует навес от Магомеда. Да, 18-й номер, но нет. Делает им передачу на границе штрафной. Упустили там 27-го номера. Нет, не 27-го. По-моему, это был 14-й. 14-й Иван Йенин. Пробил очередную главу, очередной навес. Снова выигрывает верховую борьбу подольчане. Пробросил мяч с затылком в штрафную, но никого там уже не было. Снова опасно. Еще один навес. А что сейчас? Конаков на выходе не дотягивается. И сложно было там подстроиться к мячу футболисту Витязи. И сложно было мяч направить в ворота. Уходил от него мяч, поэтому пробил мимо, пробил выше. Был вот этот самый Артем Кулишев. Хотел продлить он свою серию до 4-х матчей, но не получилось. Антон Зиньковский в центре поля не очень удачно принимает мяч и отбирает мяч у Зиньковского. Здесь Алексеев борется. Алексеев в прошлом матче отличной передачей отметился на того самого Антона Зиньковского. Обокрал футболиста Липецка в центре поля и вырезал такую диагональ волшебную, что Антону Зиньковскому оставалось только мячик отправить в угол, что он и сделал. Повели мы 3-0, а в итоге выиграли 2-1. И именно эта победа позволила нам сохранить место во втором дивизионе. Сегодня у нас заключительный матч сезона. Завершаем мы сезон 2014-2015. Завершаем здесь, в Подольске, 29-й тур сегодня, но 30-й мы уже сыграли. Ну а 28-й, соответственно, пропустили. И техническую победу над Виксой записали нам в актив. В концовочке осталось больше силы Витязи. И здесь мог пробивать, но решил сделать передачу футболиста из Подольска. И не дошла она до адресата. Евгений Воронин назад на Магомеда Бультулаева. Два 19-летних футболиста. Делают что? Делают то, что и сказал Тернавский, который сейчас вышел к бровке и довольно потирает ладошки. Угловой. Угловой. Опасно. Опасно сейчас будет. Не грызь здесь не было. Было, было, было. Флажок зажегся. Илья Камышев вкрутил вертел в центре поля. Сделал передачу на Леева на Братасеевича. Братасеевич вперед. Там только Зиньковский, но к мячу первым успевает 11-й номер этой команды. Игрок с нетипичным номером для защитника Максим Кирсанов. Для него это 20-й матч уже в этом сезоне. Футболист основного состава Кирсанов. Перехват от Кулешова и диагональ следует. Но здесь Котов, наш капитан, прерывает эту диагональ. Передача на Тюменцева. Тюменцев до Гранжу. Гранжа пробрасывает мяч вперед и опережает 17-го номера. И делает подачу. Здесь можно завершать. Но трое против одного маленького Зиньковского. И опередили все-таки нашего Антона. Котов снова прерывает передачу. И обводит он 9-го номера Воронина. В данном случае редкий случай для нашей команды. Наш игрок старше оппонента сразу на 4 года. Представляете, бывает же такое. В основном-то мы на каждых участках поля у нас 19-летний против 26-летнего. Там вот такие приблизительно средние результаты. А здесь у нас Котов 24-летний против молодого Воронина. Вот и сейчас Котов против Воронина. Животное дерби. Кот, в принципе, Ворону обязан побеждать. Пока так и происходит. Гранжа, Котов вперед. Тюменцев. Но мяч выходит все-таки за пределы поля. Последняя минута. Первая тайма пошла. 1-0. Передявитесь. Явитесь в атаке. Сейчас Воронин на этот раз Котова все-таки обманывает. И 21-й номер делает передачу. На кого? Бортасевич чуть-чуть закрутился. Здесь и опасный удар перекладина. Вот это уже похоже на атаку. Уже похоже. Да-да-да. Неплохую передачу сделал сейчас Воронин на 21-го номера. На Руслана Шонию. Тот прострелил вдоль штрафной. И потом откинули мяч кому-то из футболистов. И видите, по-моему, это был 14-й номер Иван Йенин. И перекладина спасла ворота Чертанова. 1-0. По-моему, даже не доиграли чуть-чуть в этом матче. А Василий Тихонов уже дал свисток. Ну, как минимум, он точно ничего не добавил. У нас перерыв в нашем матче. Футболисты уходят в раздевалки. Поговорить будут о чем. Я же отмечу лишь то, что активнее этот матч начали все-таки Чертановцы. Было два опасных момента. Роман Косинчук вышел 1-1. А потом головой опасно пробивал Илья Камышев. После подачи штрафного, что редко бывает, в нашей команде выиграли верховую борьбу. В чужое внимание штрафной. Как Подольск. В общем, подставляете просто другие фамилии. А голубью пропускаем абсолютно одинаковым образом. 1-0. Передюйтесь. Нас ждет второй тайм. Ну, а сейчас предлагаю все-таки поговорить о воспитанниках Чертанова, коих разбрелось по свету немало. Многие из них играют в команде «Спартак-2», которая вышла в ФНЛ в этом дивизионе. Где в следующем году сыграют с тем же «Факелом», с тем же легендарным «Торпедо». Бывает и такое. В составе московского «Спартака» играет немало воспитанников. Чертанова, поименно всех даже не вспомню. И не буду говорить, чтобы никого не обидеть. Есть у нас воспитанник еще и в Кубани. И именно об успехах наших футболистов, воспитанников Чертановской школы мы сейчас поговорим на фоне видеоклипа. Пожалуйста, смотри. 3-1. А «Орел», напомню, идет на предпоследнем месте. И, в принципе, «Орел» набирает, между прочим, 17 очков. И один матч еще впереди у «Орловчан», так что они могут даже нас подвинуть на предпоследнее место, потому что у нас-то матчей больше не будет. Поздравляем мы «Орел» с сегодняшней победой. 4-1 в матче с курским «Авангардом». И желаем им хорошей игры в матче последнего тура. Естественно, хотим мы сохранить свою ставшую нам уже привычной 14-ю строчку. Хотя и мы-то вообще-то можем подвинуться чуть повыше, но выиграли. И можем не позволить «Орлу» себя обогнать, если сегодня очки наберем. В случае ничьей мы уж точно себе 14-е место гарантируем, потому что по личным встречам мы «Орел» опередим в случае равенства очков. Но это только если мы сегодня очко наберем. Еще один матч закончился сегодня в зоне центра к этой минуте. Пензенский «Зенит» наши друзья выиграли сегодня у «Брянского Динамо» со счетом 2-1. Опасный удар по воротам Вячеслава Исупова. И бил это Антон... Нет, это не Антон Зиньковский бил по воротам. Вячеслав Исупов, воротарь Витязя, с этим ударом справился. Оглядываю я поле и вроде бы без замен. Ни в той, ни в другой команде. Поэтому еще раз о составах играющих команд, а потом список запасных. Видите, сейчас в атаке диагональ на правый фланг не точная. Не добирается до мяча восьмой номер Николай Кабаев. Этого футболиста мы, кстати, уже видели в этом сезоне. Играл он в составе еще одних наших друзей. Металлурга из ВИКСа и сам вообще именно из Нижегородской области Кабаев. И всю свою жизнь играл он в местных нижегородских коллективах. За Нижний Новгород, за ВИКСу. Но, к сожалению, этот клуб расформировали. И сразу двое человек из ВИКСа пополнили состав Витязя. Это Николай Кабаев как раз и еще один футболист. Семен Хохин. Сегодня он в запасе. Начнем с состава гостей. Который остался неизменным после первого тайма. Конаков в воротах. В защите Котов, Солдатенков, Захаров, Братасевич. В полузащите Камышев, Тюменцев, Гаранжак, Синчук, Алексеев. Ну и в нападении Антон Зиньковский. Состав Витязя таков на воротах. Из Супов. На выходе сыграл Андрей Конаков. Хотя, по-моему, это все-таки Денис Захаров главой сыграл. Сыграл и так и Супов на воротах у Подольского Витязя. В защите Кирсанов, Кулешов, Храпов и Кабаев. В полузащите Воронин, Йенин, Кулешев, Киреев. Ну и в нападении у Байдулаев и Шония. Очередной навес на наши ворота. Здесь справляется Александр Солдатенков. Наш самый высокий игрок. При том, что всего лишь 183 сантиметра у него рост. Так что наш самый высокий игрок. Это для нас самый высокий. А в составе того же Подольского Витязя есть немало футболистов за 185. Ну а, например, запасной вратарь Вячеслав Хоркин. Которого я обратил внимание еще в матчах с Курским авангардом. У этого из Полина рост 197. Он сейчас даже сидя, сидит он прямо под нами на скамеечке запасных. И то не влезает под козырек, сидя даже господин Хоркин. Мешает ему его рост. Опасный штрафной прямо напротив ворот. И трое футболистов Витязя у мяча совещаются. Выстраивает стенку тем временем Андрей Конаков. Четыре человека пока в ней. Наверняка кто-то еще добавится. Капитан мяч устанавливает. 25 номер Алексей Храпов. Видимо, хочет оформить дубль Алексей. Ну что ж, посмотрим. Судя по всему, именно он готовится нанести этот удар. Свистит арбитр Тихонов. Но не отбьет другой футболист. Это Кулишев, по-моему, 32-й. Да, так и есть. Ну что ж, очередной пенальти у наших ворот. Ну, угловой, конечно же. Пенальти в кавычках. Но любой угловой это может быть опасно здесь. Кто здесь? Косинчук отбивает. Но 11 номер сейчас с мячом. На вес Кулишев не дотянулся до мяча. И снова опасно, снова после углового опасно, тревожно у наших ворот. Продолжается атака. Видите, за 14 номер это Кулишев. Есть Кулишев и есть Кулишев в этой команде. Внимание, не путать этих футболистов. Восьмой номер финтит. Смотрите, какой это Николай Кабаев. Небольшого росточка. Юркий футболист, техничный. Успокаивает. Рефери из Пскова. Михаила Кулишева, 14 номера. А нет. Вот я как раз и попутал этих друзей. 14-й это, конечно же, Иван Йенин. Иван Йенин, как я мог не знать этого футболиста. А он, между прочим, один из немногих уроженцев Подольска. Коих не так много в этой команде. А вот как раз Иван Йенин, 21-летний. 25-й матч в этом сезоне. 25-й в основе. Один гол. Воспитанник как раз школы Подольского и Витязя. Между прочим, очень и очень даже неплохой. Выделяется в Подмосковье, безусловно, школа Мастер Сатурн из Егорьевска. Оттуда очень много талантливых воспитанников вышло. Но на втором месте, пожалуй, по продуктивности, именно школа Подмосковного и Витязя. Тоже много там есть хороших ребят. Ну, а в Москве сейчас выделяются несколько школ. Пожалуй. Ну, пожалуй. Спартак московский. Что, впрочем, не помогает особо московскому Спартаку. Чертаново очень неплохо сейчас идет в клубной лиге. Мягко говоря, неплохо. И уж точно Спартак и Чертаново. Пожалуй, на данный момент это две лучшие футбольные школы Москвы. И говорю это я не потому, что сейчас мы вещаем на канале Чертаново ТВ, а просто это документальный факт. Готовится замена в нашей команде. Николай Львович Коровкин только что отдал бумажку резервному арбитру. И готовится выйти у нас никто иной, как герой матча с Липецком. Один из героев Влад Сорвели из 11-го А во второй дивизион. Этот слоган мы ввели в обращение и Влад Сорвели сразу после последнего звонка, сразу после выпускного вечера в школе вышел на поле в матче против Металурга из Липецка и забил победный гол. После которого мы с Сергеем Дерябкиным сошли с ума. Мягко говоря, наш режиссер, как я уже говорил и писал Андрей Владимирович Первойкин, находился и вовсе в полубессознательном состоянии. Да, приятно вспоминать, конечно, матч с Липецком, а здесь опасный удар по воротам Андрея Конакова. И кажется, вроде бы, что мяч летит сильно, летит с творворот, но на самом деле далеко, далеко от ворот. Кого будет менять Сорвели? Честно говоря, даже трудно предположить, потому что Михаил Сергеевич Баренков умеет удивлять. Меняет он, между прочим, Романа Косинчука. Итак, Косинчука поменял Михаил Сергеевич Баренков. Не очень доволен заменой Роман Косинчук, но, естественно, не проявляет негативных эмоций. Это не принято в нашей команде. Не получилось, пожалуй, сегодня у Ромы. Хотя имел он моменты, но не всегда проходили его знаменитые Косинчуковские обводки, от которых просто стонет Сергей Дерябкин порой. Но сегодня Рома присел на скамеечку уже в начале второго тайма. Ну, а выходит Влад Сорвели, футболист техничный, футболист очень быстрый, всего 17 лет Владу. И ждем мы от него, что он проявит себя. Здесь пытался проявить себя Андрей Алексеев, такой своеобразный финт сейчас совершил, но передачу сделал неудачно. Разминаются наши футболисты, и, пожалуй, стоит назвать всех запасных, кто еще может выйти у нас на поле помимо Сорвели. Запасной вратарь Михаил Сидоров, тоже один из выпускников, плюс Александр Жижин, Илья Молтынинов, Егор Рудковский, Амирхан Арсланов и Вячеслав Кривопалов. Еще один нападающий, который в этом сезоне во втором дивизионе пока не дебютировал. Все остальные, вышеперечисленные, имеют на своем счету матчи во втором дивизионе. Ну а в составе Витязя могут выйти на поле сегодня Вячеслав Хоркин, это запасной вратарь. Последим сейчас за этой атакой. Может быть опасная передача в штрафную на Зиньковского. И угловой ворот Витязя. Хотя нет, ошибся я угловой, это ворот Витязя, почему я так громко кричал. Опасно бывает только, когда угловой ворот Чертанова. Сам Зиньковский отправился подавать и очень много футболистов в синей форме в штрафной Витязя разыграли. Наверное, судор! Показал, что удар по воротам, но сброс назад. Аут вбрасывает Алексеев. Пауза небольшая, непонятно с чем связанная. Некому кидать. И кто откроется первым, открывается Сорвели. На него сбрасывает Алексеев. Снова он с мячом и снова аут. На этот раз Бортасевич будет заниматься аутом. На 63-й номер смотрит, кому отдать. Алексеев уводит за собой Кабаева, но тот не ведется. Упускает, упускает. Нет, не упускает Бортасевич мяч. Тихонов не дает свисток, но не точная передача от Сорвели. Влад на пространстве обойдет одного. Второго выходит, бьет и спасает из супов. Не самый сильный удар у Сорвели получился, но неплохой проход. Двух человек обыграл в легкую. Вышел на ударную позицию, пробил из супов, выручил Витязь. Уже что-то, уже интересно. А второй тайм начинается, продолжается активно. На этот раз подает Суглового Зиньковский. И головой там выиграть сложно, конечно же, даже Солдатенкову. Отметим наших фанатов сегодня и гораздо больше, чем обычно. Даже на стадионе Янтарьих приезжает человек по 5-6. Ну, 7 сегодня. Человек 15, наверное, как минимум. Состав нарастает и нашей фанатской бригады. Говорим спасибо и нашим болельщикам. И лидерам нашей футболистской группировки. Павлу Дымову, Сергею Агафошину и всем-всем-всем спасибо ребятам. Обрез на чужой половине поля у нашей команды. И атакуют футболисты в белой форме. Видите, пас налево. Наверняка сейчас последует навес. Но там двое футболистов Витязя против троих футболистов Чертанова. Приходится отдавать назад, еще назад. Может быть, попробовать еще и супового вратаря подключить? Нет. Храпов очень неплохую передачу делает на левой фланге. И там в одиночестве только сейчас встречают Чертановцы-футболисты Витязя. Он уже практически вошел в штрафту и вошел. И выход один на один назад. Передача здесь Тюменцев. Тюменцев подчищает. А здесь за нас играет еще и судья. Кулишев. Вот он наконец свою технику продемонстрировал. Убрал пяточки под себя. Но мог, наверное, и пробить. Но не решился. Сделал передачу. И первым на мяче был Гнаков. У Гнакова у нас, сказать, работы-то сегодня немного. Но а сколько он сейвов совершил? Ни одного. И у меня даже не было повода сказать знаменитый интернет-мем. Конаков тащит. Нет, Конаков сегодня не тащит. Потому что у Дартов в створ ворот был, по сути, один. После углового, когда и на выходе было сложно сыграть Конакову. Там проиграли в первую очередь защитники. Один удар в створ, один гол. Вот так вот получилось. Владислав Михайлович Тоймановский, начальник, главный тренер «Витязя», пока обходится без замен. У нас одна уже прошла. Роман Косинчук, который посидел еще пять минут, подумал на скамейчике запасных. Или вот сейчас лишь ушел в потрибунные помещения, заменил его Влад Сорвели и уже едва не забил Сорвели, который, видимо, почувствовал вкус голов во втором дивизионе. Но мы этому, естественно, только рады. Здесь Александр Солдатенков разбирается уверенно. Лидер нашей обороны. Денис Захаров в центре защиты. Мяч выбивает. Все нормально. Но свечом снова «Витязи». «Витязи» снова с мячом. И атакуют они сейчас на нашей половине поля. Не можем мы пока мяч отобрать. Следует опасный навес. И падение пенальти. Стой, той. Тихонов, Тихонов, Тихонов. И желтую Захарову. Вот это. Будем смотреть повтор, конечно. Интересное решение арбитра. Интересное решение арбитра. Последовала передача с левого фланга. Может, придержал. Может быть и нет. Явной угрозы воротам не было. Бежали к мячу и двое чертановцев. Бежали к мячу. Стремились и двое футболистов «Витязя». Но один из футболистов «Витязя» предпочел упасть. А арбитр из Пскова, Василий Тихонов, предпочел назначить пенальти. Хотя да, мне подсказывают, что это же не угловой. Пенальти в этом сезоне Конаков уже тащил. Что сейчас? Удар! 2-0. 2-0. Это Кулишев. Кулишев продляет свою голевую серию до четырех матчей. Обманул сейчас Конаков. Показал, что будет бить на силу. А ударил щечкой технично в правый от себя угол. Артем Кулишев. Седьмой гол в этом сезоне. Забитый с пенальти. И, пожалуй, не будем мы обсуждать справедливость назначения этого пенальти. Пожалуй, на первый взгляд показалось, что поторопился с решением судья. И были у него другие варианты. А, честно говоря, был один только вариант не назначать этот пенальти. Но повтор нам недоступен. Зрители могут отмотать повтор и посмотреть. Возможно, действительно было там нарушение. Поэтому не будем гневить судьбу. Дождемся повтора после матча без эмоций. И тогда уже определимся, ругать нам Тихонова или не ругать. Пока не будем. Тихонову претензий у нас нет. Претензий у нас нет. Претензий у нас нет. Продолжение следует... 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 Налево на Антона Зиньковского Вроде бы сделал движение для того, чтобы пойти в проход Но вынужден был отдать назад на Бортасевича Бортасевич еще дальше на Захарова Захаров на Тюменцева Тюменцев на Жижина Жижина на Зиньковского Что придумает Антон? Антон забрасывает мяч вперед на Сорвели Но того опережают опытные и достаточно мускулистые защитники Подольского Витязя Жижина пробить А Жижин не бьет А здесь пяточка от Сорвели Но там первым футболист в белой форме Футболист из Подольска А здесь Антоша может сам разобраться Может навесить И мяч доходит до Жижина Скидочка бы кому-нибудь Удар от Котова Но блокирует этот удар Продолжает свою атаку Четановцы и фалят на Рудковском На Рудковском фалят Штрафной, но далеко от ворот Гаранжа давай Гаранжа может конечно отсюда пробить Но сложно, сложно По-настоящему могучим ударом в нашей команде Пожалуй никто не обладает То есть сильный удар у всех наших футболистов А вот так, чтобы прям сказать Вот эта пушка страшная Ну наверное нет у нас таких Берем мы другим Гаранжа не бьет, Гаранжа навешивает И по-моему да Подольчанин все-таки затылком мяч перевел За лицевую и будет угловой Которых и у ворот Подольска Видите, тоже достаточно много Приблизительно по 7-8 угловых И у тех, и у других Ударов между прочим больше у нашей команды В створ опять же ударов больше у нашей команды 3 против 1 А счет на табло 2-0 Еще один удар в створ и Юсупов тащит из угла Ну нельзя сказать, что тащит, тащит Таканаков как известно Ну Юсупов в падении Мяч забрал И не знает кому давать Разводит руки Вячеслав Дает сам себе Выбивает далеко На правой фланг На Кулишева Который Ждал я большего от него Потому что Готовься к этой трансляции Я готовлюсь к этой трансляции В отличие от Сергея Дерябкина Почитал я про Кулишева Достаточно много хвалебных отзывов В том числе и от Наставников Соперничавших С витязем команд И тот же Сергей Филипенков Говорит о том, что По весне Кулишев показывает фантастический футбол Ну не знаю, что тут фантастического Но тем не менее Голку Лишев забил Айдин Мирзов Выходит на поле А уходит По-моему Девятый номер Евгений Воронин Да, Воронин ушел На поле Выходит Воспитник Подольского витязя Айдин Мирзов Обрез здесь Солдатенкова Перехватывает его передачу Но вроде бы все нормально Здесь фалит Жижин И дает свисток Василий Тихонов Штрафной В наши ворота Покупаешь Разыграли Это штрафной И Мирзов Свеженький Мяч получает Смотрим мы на него Техника неплохая Вроде бы А как скорость Скорость не самая Серьезная Бортасевич Побыстрее И остановил он Мирзова Продолжает на этом Участке поля Играть Подольчане Здесь Пяточка От Мирзова А здесь Антон Зиньковский Отбирает мяч Отбирает без фолла Зиньковский Бежит Внегры Зажигает Мой френд Может было Может было На такое Микроскопическое Положение Вне игры Влада Сорвели Антон Зиньковский Уже в маче Против Липецкого Металлога Продемонстрировал Еще одну грань Своего таланта Игра в отборе Вот и сейчас Без нарушения правил Обезмячил Футболиста Витязя Переложил мяч С ноги на ноги И сделал быструю передачу На Сорвели Но тот забрался Во всад Снова атакуют Подольчане Забившие сегодня Два гола Но оба Пришли в наш ворота Со стандартов И давайте Почитаем Четыре гола Мы пропустили От Подолья Да не опасно Не опасно Здесь друзья Не надо так реагировать Хотя почему Реагируйте пожалуйста Мы здесь гости Мы же не будем Свои правила Здесь устанавливать Сейчас может быть опасно Но не верится Не верится Что такое у главы И мы уже Научились Научились Я думаю Что последний гол С углового Был пропущен Именно в этом матче В заключительном матче Этого сезона От Алексея Храпова Больше мы Таких ошибок Допускать Не будем Доказательство На ваших экранах Так вот Значит Подолья пропустили Мы Четыре гола Два со стандарта От факела Четыре Четыре со стандарта От Липецка Один Со стандарта Соответственно Из девяти Семь И сегодня Два Из одиннадцати Девять Голов Мы пропустили Со стандартных Положений Из этих девяти Мы пропустили Семь С угловых Потрясающий результат Как я думаю Приближается опасное время В этом матче Так Между прочим На минуточку Дело в том Что Дело в том Что Подольский Витязь В этом сезоне Просто потрясающе Играет во вторых таймах Двадцать семь Голов Из своих Тридцати шести То есть Семьдесят процентов Подольский Витязь Который сейчас На поле Скажал Вот так все делают Трансляции У нас включение В студии Прямой трансляции От Андрея Первойкина Потому что Небольшая пауза Сейчас на поле Оказывали помощь Улыбочку Кому-то из футболистов Улыбочку Двадцать семь голов Из тридцати шести Видите Забил именно Во вторых таймах Семьдесят процентов Это очень и очень много Это о чем говорит Это говорит о том Что Очень хорошо Физически подготовлена Эта команда Очень много сил У нее остается Именно На вторую половину игру Более того Из этих двадцати семи Шестнадцать Витязь забил Именно В последние Пятнадцать минут матча То есть На концовку Силу этой команды Хватает Всегда А мы еще раз Напоминаю Играли всего лишь Три дня назад Витязь играл Семь дней назад Все свои Половину голов Забивает Витязь в концовке Поэтому Может быть Тревожно Может быть Тревожно Именно в последние Минуты Этого матча Когда силы Станут нашу команду Покидать А Витязь Наоборот Будет этими самыми Силами наливаться В том числе И с помощью Замен Которые теперь Одну за одной Проводит Пернавский И сейчас Готовится выйти на поле Футболист Под девятнадцатым номером Кто Этот человек Этот человек Никита Голуб Без мягкого знака Голуб Тоже футболист Очень и очень молодой Если быть точнее Всего восемнадцать лет Этому Молодому человеку И воспитанник Он команды Под названием Великий Новгород Никогда я не слышал О такой команде Но Именно из этой команды Из Великого Новгорода Сразу два человека В составе Витязя И оба Восемнадцатилетних Это Никита Голуб И еще есть один Еще есть один Футболист Это Иван Борисов Который сегодня тоже В заявке Но На поле пока Он не вышел А вот Голуб Готовится Готовится Вступить На этот изумрудный Газон Стадиона Уайт Харт Труд Очередная пауза В нашей игре И можно провести Замену Больно сейчас Безусловно Витязю Уверен на сто процентов Что время Подальчанин Не тянет Действительно больно Она сама累ен Теперь А вот Вы Ведь Вин Dawide Витязь Витязь Все Труд Витязь Семь Аплодин Аплодин итак голубь уже на поле заменила николая кабаева воспитанников иксы а здесь антон зиньковский вперед на бортасевич и опять вне игры опять вне игры понравилось поднимать флажок помощнику арбитра дмитрию его дмитрию матвееву из иванова который работает на дальней бровки от нас на ближний владимир данилин который вроде бы более спокойно офсайд за офсайдом у чертанова пытаются быстро атаковать наши футболисты но опытные защитники витязя умело делают искусное положение вне игры хотя может быть просто торопятся наши нападающие желание забить хотя бы гол престижа есть почему гол престижа может быть и 2 гола престижа конаков с мячом кому отдавать разыгрывать опасно поэтому наверняка андрей будет выбивать выбивать вперед там у нас сорвели но сложно ему бороться с этими мускулистыми парнями из подмосковья мы играют они в подмосковье на самом деле как я уже говорил большинство в этой команде москвичей теряет мяч 20 номера и входит что авто александр жижин отбирает мяч у саши и пасут со своей штрафной сейчас подальчане пас упустил по моему нет не упустил снова не свистит василий тихонов а здесь солдатенко солдатенко все-таки мяч выбивает в аут и правильно делает надо успеть вернуться всем в оборону бортасевич это не бортасевич это суарес какой-то передача на зиньковского но тот уже боится попасть вне игры и ждал он передачу не вперед а в ноги пилет ламп 19 номер выше на замену никита голуб обрезал четверых своих партнеров и чертаровцы могут провести опасную атаку главное сделать передачу а здесь гаранжа упал встал свистка все еще нет сорвели получает по ноге жижин получает по ноге в мяч остается у чертановцев передача на левый фланг на зиньковского принимает мяч на грудь входит штрафную опять флажок зажигает арбитр вот какой неугомонные сегодня помощник судьи болельщиков много у нас сегодня и ждут они активности от нашей команды а мы ждем активности от них знаменитых чертановских кричалок сергей артамонов снова на поле лежит сергей гаранжа которого сбили в центре поля но не дал оказывается помощь такие гаранжи поднимать сереже все таки готовится еще одна замена у нас ну а вячеслав исупов голкипер подойску витязя готовится ввести мяч от своих ворот 13 временем готовит еще одну замену снова теряет мяч подальчане но и чертановцы свою атаку провести не смогли выйдет сейчас на поле дмитрий вагин 90 года рождения футболист соответственно сейчас ему 24 14 матч в этом сезоне для него будет и один гол на счету вагина но у нас готовится между прочим дебют дебют который нам надо снять девятнадцатый номер у нас выйдет на поле вячеслав кривопалов и для него это будет первый выход на поле в матчах 2 дивизиона вячеслав кривопалов тоже выпускник тоже для него на прошлой неделе прозвучал последний звонок из того самого 11 а вячеслав на школьном уровне забивал достаточно много за свой девяносто седьмой год но во втором дивизионе 9 лет вячеслав и кого он заменит сейчас узнаем заменит он конечно же сергея гаранжу который игру продолжить не смог по состоянию здоровья вячеслав кривопалов номинальный нападающий гаранжа играл на правом краю полузащиты и посмотрим где сейчас расположится кривопалов направо смещается по моему владислав сарвель именно он будет играть право полузащитника кривопалов нашего единства нападающего кривопалов футболист достаточно мощный отличается он от наших школьников именно своей комплекции может и побороться может и продавить так что можно использовать эти качества кривопалов но это кодов код в мяч убирает под себя и валят код его нет не валят код его тихонов не дает свисток бортасеевич встречает кулишева и вынужден артем отдавать мяч назад на кирсанова кирсанов еще дальше на храпова и храпов левее атаку левого флагом развивают сейчас витязи котов встречает подальчанина за спину руки убирает сорвели чтобы мяч ненароком нет не сорвели а другой наш футболист чтобы мяч ненароком руки не попал ненароком в руки едва не упустил меня сейчас магомеду буйдулаев но сделал навес нашу штрафную справились кодов здесь ошибается не надо таких нам ошибок пенальти ворота чертанова третий стандарт это не страшно пенальти конаков умеет тащить кулишев наверняка к мячу сейчас подойдет и хочет артем к оформить дубль именно кулишев мяч устанавливает можно конечно сказать что котов привез этот гол но не будем так говорить опять же этот пенальти был гораздо более явным чем предыдущий здесь по крайней мере пырла реальная угроза ворота маякота возможно задел ногу возможно нет не будем лишнее это уже не будем это обсуждать артем кулишев снова мяча против андрея конакова разбегается бьет и в тот же угол отправляет мяч 3-0 и здесь выигрывает у чертанова дубль оформляет артем кулишев оба гола он забил с пенальти и один гол после розыгрыша у голового забил алексей храпов ну что ж продолжается наша великолепнейшая серия михаил семерня сказал фразу на пресс-конференции которую можно обрамлять кавычками писать в превью к каждому матчу стратегия нашей команды какова забить больше голов чем мы можем пропустить со стандартов но так сегодня не забили правда вообще но со стандарта снова пропустили 3 тебе не потерял мяч но все-таки делает передачу но слишком сильно на котово штрафной штрафной все-таки тихонов тихонов все-таки благосклонно отнесся к чертановой назначил опаснейший штрафной который сейчас чертановцы пробьют здесь перекличка идет русских людей коих надо сказать немало собралось сегодня на стадионе труд в подольске интересно вот кого они имеют ввиду вперед призывают эти чертанова или вперед призывают эти витязи перекличка двух секторов чертановского и витязя которые предлагают русским идти вперед на поле других то вообще нет потому что легионеры во втором дивизионе запрещены играют только футболисты с гражданства в российской федерации а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже посматривает на часы арбитра этого матча Василий Тихонов из Пскова Скоро, наверняка, последует финальный свисток Три гола забил Витязь и ни одного Чиртанова Хотя моменты у нас были Ну и еще раз повторюсь... Один удар в створ ворот после того, как Алексей Храпов счет открыл. То есть с пенальти-то тоже, конечно, попадали в створ ворот. Иначе голов-то забиты бы и не было. Но эти удары мы считать не будем. 3-0. Финальный свисток раздается. Завершаем мы сезон вот такой вот игрой. Пропустили три гола со стандартов в матче с Подольским и Витязем. Играли неплохо. Неплохо мы играли. Снова стандарты подвели. Угловой два пенальти. Чертановцев тоже были моменты для того, чтобы отличиться. Не так много на этот раз, пожалуй, можно вспомнить. Выход один на один в исполнении Романа Косинчука в первом тайме. И опаснейший удар Ильи Камышева после подачи со штрафного бил головой Илья. Едва-едва не распечатал ворота Вячеслава Исупова. Ну а после перерыва отмечаем в первую очередь опять же опаснейший выход к воротам Исупова в исполнении Влада. Сорвили, который двоих человек накрутил и продрался к воротам. Ударил, но Исупов спас. Подобных моментов у Витязя, друзья, вы помните? Возможно, меня подводит память, но была перекладина, да, на самых последних секундах второго тайма. Ну а так, в принципе, уповали на стандарты. Так что инсайдерская информация от администратора Витязя меня не обманула. Не обманул меня администратор Витязя, но не успел, не успел я передать эту информацию Михаилу Сергеевичу Баренкову. Хотя он, впрочем, и сам наверняка про это знал. Тернавский матчи смотрит Чертанова, а Баренков прекрасно знаком с игрой в Витязя. Все мы знали, чего от кого ждать, но пока с этой бедой, с этими стандартами справиться мы не можем. Все впереди. У нас есть целое летнее межсезонье. Наверняка у нас будут и товарищеские матчи, и контрольные спарринги. В спаррингах мы выступаем вообще блестяще. Между прочим, в этой межсезоне мы обыграли тот же Спартак 2, который вышел в ФНЛ. Обыграли 2-0 у них на поле имени...